Вопросы, которые обсуждались на аппаратном совещании при главе Славянского района Романе Сенеговском с участием руководителей управлений и отделов администрации, городских и районных служб, депутатов Совета района, касались жизни практически каждого славянца. И это делало обсуждение еще более актуальным и важным. Подробности в первом материале выпуска. Как известно, для молодых семей, а такими по закону считаются супруги в возрасте до 35 лет, в рамках программы обеспечения жильем молодых семей ее участникам предоставляются субсидии на приобретение или строительство жилья на территории муниципалитета. В докладе заместителя главы Славянского района по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Тамары Берсеневой прозвучала информация о том, как реализуется эта программа в последние пять лет. Субсидии формируются из федерального и краевого бюджета. 51% и местного бюджета 49%. В 2018 году финансировало других размеров, это было федеральное и краевое бюджет 26% и 74% это местный бюджет. Субсидия составляет 35% от расчетной стоимости жилья. Расчетная стоимость, в свою очередь, зависит от количества членов молодых семей. Норматива квадратных метров для комфортного проживания одного человека, 18 квадратных метров и стоимости одного квадратного метра жилья. С 2016 по 2020 год участниками программы стали более 30 семей. Из них 13 получили субсидию и смогли улучшить свои жилищные условия. Одна находится в поиске жилья. Пять семей были исключены из списков в связи с несоответствием условиям. Самостоятельно приобрели жилье или превысили возрастной порог. 12 семей являются участниками на 2021 и 2022 годы. На аппаратном совещании специалисты также обсудили, какие меры принимаются для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Очень важно содействовать повышению эффективности работы предпринимателей. По данным единого реестра субъектов СНП на территории Славянского района зарегистрировано 1391 субъектов, в том числе 901 юридическое лицо и 4490 индивидуальных предпринимателей. Это позволило обеспечить занятостью более 15 тысяч человек или 26,6% всего населения занято в экономике района. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения, Славянский район занимает 11 место среди 44 муниципальных образований Краснодарского края и второе место в рейтинге муниципальных районов центральной экономической зоны региона. Глава Славянского района подчеркнул, что власти и предприниматели делают одно дело – создают рабочие места, способствуют росту благосостояния славянцев. А значит, нужно продолжать работу по информированию жителей, предпринимателей о работающих сегодня программах и мерах поддержки, оказывать помощь в оформлении документов. Будем считать, что работа выстроена правильно, но анализируем, смотрим, обращение и еще раз говорю, помогаем развивать бизнес, малосредний бизнес Славянского района. Правильно? Право граждан на обращение к власти обеспечивается администрацией Славянского района. Для того, чтобы найти решение своих проблем, жители сельских поселений приходят на личные приемы к главе района и его заместителям. Также организуются встречи руководства района с трудовыми коллективами, ответы на вопросы жителей через средства массовой информации. На встречах главы администрации поселений отчитываются о проделанной работе, принимают поручения и наказы. Для их выполнения составляется подробный план с указанием ответственных лиц и сроки. Что-то удается решить практически сразу, что-то требует определенного времени. На встречах поднимались самые разные вопросы. Благоустройство и строительство дорог, тротуаров, капитальном ремонте многоквартирных домов, ремонт объектов, социального назначения, фабы, объекты образования, работа транспорта и качество транспортного обслуживания. По итогам проведенных встреч за 9 месяцев 2020 года поставлено на контроль 58 обращений, по 17 уже выполнены работы, по 45 даны разъяснения, в том числе и в ходе самих встреч. А 14 обращений пока остаются на контроле. Роман Сенеговский отметил, что чем более открыта власть для населения, тем эффективнее она работает и решает насущные вопросы. Вопросы легкие. Кого-то вылечить, кого-то где-то помочь с учебой, с чем-то еще, то, что мы можем быстро решить, мы решаем быстро. Где-то какие-то программные вещи, мы стараемся участвовать в программах, либо формировать бюджет для того, чтобы все равно дойти, все равно решить. А приоритеты будем расставлять, вот вместе с вами все вместе будем расставлять. Используя традиционные инструменты, встречи и выездные личные приемы, удается наладить конструктивный диалог и решить многие житейские вопросы славянцев, а значит, улучшить их жизнь и повысить ее комфортность. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует...